Да, мы вас слышим. У меня проблема не загрузилась презентация, но попытаемся, да, вот технические проблемы, попытаюсь тогда сейчас без презентации начать. Всем добрый вечер. Здравствуйте, у нас все хорошо? Сейчас. Хорошо, Андрей. Хорошо. Хорошая вам презентация. Хорошая была бы презентация, да, но она не загружается. В этом вот техническая сложность у нас, что у нас сейчас нет презентации, но я попытаюсь сейчас, если чуть позже все-таки она подключится, а мы пока начнем так. Так, ну что, начинаем? Добрый вечер. Да, значит, будьте добры, друзья, пожалуйста, как обычно, традиционно, плюсики, единички, что меня хорошо видно, хорошо слышно, и я тогда уже продолжу. Потому что у нас сегодня день технических сложностей. Так, 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 вижу, 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 пошли плюсики. Хорошо, отлично. Отлично. Ну, что ж, спасибо большое за представление. Меня достаточно хорошо прислали, и мне очень приятно было сейчас услышать о причинах некоторых заболеваний, про которые только что сейчас вам рассказали. И удивился я тому, что я мало встречаю людей, которые говорят о том, о чем я сейчас услышал. То есть, истинные причины заболеваний. Вот я сейчас услышал это, был прям приятно удивлен, потому что приходится, ну, с таким невежеством, с такими мифами сталкиваться. И вот сейчас, буквально за три минуты вам рассказали, по большому счету, обо всех заболеваниях. То есть, это действительно недолеченные бронхиты, недолеченные простуды и так далее. Все это приводит и к ритикулиту, к чему угодно. Вот, это у меня сейчас эмоционально очень здорово было, приятно услышать. Примерно то же самое, то, о чем я говорю, из чего строятся вообще все мои системы, причем построены. То есть, я работаю непосредственно с причиной всех недугов. Я не беру их за все, нет, но за те, которые берусь, я работаю не с симптомами, а с причинами. И вот действительно, да, многие симптомы, они возникают вследствие тех причин, которые у нас даже с детской намутянутся. И чисто физически, я сейчас не про энергию, не про что-то другое. То есть, с детской недолеченный бронхит, он приводит кастник, аллергию и чему угодно еще. Вот, ну что ж, давайте в двух словах я расскажу о себе сейчас быстренько. И мы перейдем тогда, потому что, к сожалению, наверное, нам придется продолжить без презентации. Я чуть позже попробую ее еще раз включить. Если пройдет, значит, ну, будет без презентации. Значит, кратенечко расскажу о себе. Мне 39 лет, я занимаюсь натропатией, занимаюсь уже больше 6 лет в общей сложности. И уже, наверное, лет 5, как практикую натропатию, ну, впервые начал со своих близких, со своих знакомых. И сейчас уже занимаюсь с людьми, которым нужно определенную помощь. Значит, что хочу сказать. Нужно понять такую вещь. Такая есть избитая фраза «наше здоровье в наших руках». Но нужно в нее вдуматься как следует и понять, а как обычно происходит. Обычно, вот действительно, наше здоровье не в наших руках. Почему? Потому что мы пытаемся переложить ответственность за себя, за свой внешний вид, на кого-то еще. Чаще всего, если это касается здоровья, это врачи. Но парадокс в чем заключается? Мы идем к каким-то врачам с какими-то проблемами, иногда ходим годами к одним и тем же врачам, но эти врачи иной раз даже не знают, как нам зовут. А мы доверяем. Самое главное, что у нас есть свое здоровье, а иной раз здоровье своих детей. Это большое заблуждение. Нужно понять, что мы ответственны за себя, мы ответственны за свою жизнь, за свое здоровье. Конечно, да, у нас не всегда, не у всех есть те знания, которые необходимы для того, чтобы сохранять здоровье. Но, во всяком случае, нужно понимать, что никто другой не заинтересован в том, чтобы вы были здоровы, в том, чтобы вы хорошо выглядели, кроме вас. Абсолютно никто. Это никого не волнует, не касается. Что касается лечения в больницах, это, ну, даже не локарейный билет, это вообще чепуха какая-то. Ну, не нужно думать, что я однозначно так вот отмахиваюсь от медицины. Нет, не совсем так. Все мои знания, они на самом деле построены как раз-таки на тех знаниях, которые есть в официальной медицине. Но почему-то большинство врачей их не применяют, не используют в своей практике. Так, значит, я, знаете, что хочу попросить вас, вот, нас пока немного, но, как говорят на форте, нас мало на мультиментах. Напишите, пожалуйста, в чат, кто с какой проблемой пришел, да, потому что, ну, по рассылочке понятно, что вас что-то заинтересовало, и мне будет понятно, как мы построим свою беседу дальше, нашу беседу дальше построим. Поэтому, пожалуйста, пишите в чат поактивнее, я посмотрю, что у вас, что вас интересует больше всего, да, и на это сделаю упор. Потому что мои основные, ну, скажем так, фишки, да, это лишний вес, это аллергия, астма, это то, что я прошел сам. И поэтому, соответственно, я за это берусь всегда, с удовольствием. У меня есть свои достижения в этом плане, достаточно хорошие, ну, так скажем, прекрасные, нехорошие, потому что я начал с того, что у меня был вес 125 килограмм. Сейчас 75, и он стабилен совершенно. Так, единственное, что вы не знаете, что непонятно, вот у нас из 25 человек, а, вот, пошли комментарии. Так, 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 давайте еще, еще, еще. Не ждите, что кто-то другой за вас напишет. Будьте деятельны, будьте активны, вы поймите, что все, что вы делаете в жизни, все, что у вас есть, что у вас нет, это результат вашей деятельности, так или иначе, там, и мысли, и всего остального. Никто не должен за вас что-то сделать. Вы же пришли сюда что-то, что-то получить, что-то узнать, там, ну, нужно для этого что-то проявить. Понимаете, я не тот человек, который дает какие-то волшебные рецепты. Вот, например, экстрасенсы, да, ну, так или иначе, они помогают людям, там, еще что-то, но я работаю по-другому. Я просто прошел определенный путь, я готов его показать вам. Понимаете? И от вас зависит, идете, вы не уйдете, то есть я вместо вас, вместо вас не пройду этот путь, то есть это труд, который нужно пройти самому. Так, так, все, хорошо, я понял, значит, у нас основной запрос вес, ну, давайте тогда мы и к этому перейдем. Значит, секундочку, попытаюсь еще раз презентации, пока не прогружается. Значит, смотрите, вес. Вот человек сталкивается с тем, что он понял, что у него лишний вес, да, ему нужно что-то делать. Во-первых, первое, давайте все-таки мы расставим все точки над «и» и поймем, откуда берется лишний вес. Совершенно очевидно, что лишний вес появляется в связи с того, что количество пищи, которую мы принимаем, не успевает перерабатываться в энергию, то есть мы затрачиваем меньше энергии, и эта энергия в нас превращается в жим и откладывается. Это такая очередная совершенно идея, которая понятна всем. Есть другой взгляд на это, это гормональные нарушения и наследственность. Значит, вот этих вот других взглядов я всегда придерживался до тех пор, пока у меня был лишний вес. Я считал, что у меня наследственность нехорошая, она, да, вот такая, значит, и у меня гормональные нарушения. И пока я жил с этой мыслью, я думал, что на что я сделаю, как я не могу поменять свой, там, гормональный фон, еще что-то как-то, да, или там, тем более, изменить свою наследственность. Ну, я так и жил, да, это привело к болезням, прочему-прочему. Потом, скажем так, начал интересоваться этой темой, изучать ее, и мне попалась очень хорошая такая информация, которая говорится о том, что никакого отношения наследственность и гормональные нарушения к лишнему весу не имеют. Более того, там, что информация, которая получила, было утверждено, что сперва лишний вес, а потом гормональные нарушения. То есть, не гормональные нарушения являются причиной лишнего веса, а лишний вес – причиной гормонального нарушения. И вот, вы знаете, когда вот это вот у меня в голове переключилось, я подумал, ну что, хорошо, на лишний вес как-то, значит, я могу влиять, но посмотрю, что будет дальше по своему состоянию. И, вы знаете, я получил отличные результаты. А теперь, что касается наследственности, да, вот иногда говорят, у нас все в семье такие. Друзья мои, дело в том, что в каждой семье примет определенный тип питания. Даже продукты одни и те же у бабушек на столе, у внуков на столе. Так, может быть, стоит подумать о том, что в каждой семье не наследственность определенная, да, а в каждой семье определенные пищевые привычки. И когда лично я поменял свои пищевые привычки, у меня поменялось все, вся жизнь. Ну, соответственно, вес, соответственно, здоровье, соответственно, мои неофициальные медицины заявляют о том, что астма неизлечима, да. Я официально заявляю официальной медицине, что она официально неизлечима, если ее лечить официальными методами. Вот такой колобот. Но если к этому подходить иначе, если проводить определенные чистки, если правильно питаться, то это все проходит очень здорово, очень быстро. Не всегда быстро, тут зависит от общего состояния, конечно. Но, в общем, неизлечимых болезней не бывает, есть неизлечимые люди. И хочу сказать, что то же самое касается лишнего веса. То есть иногда человек очень долго там пытается худеть, 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 у него ничего не получается. Почему? Значит, что происходит всегда, когда человек понимает, что у него лишний вес? Первая идея, которая приходит в голову, это было то же самое со мной. Ну, значит, нужно какую-то диету держать. Хорошо. Я пробовал много диет, они были эффективны, неэффективны, но результат всегда был один. Когда диета заканчивалась, лишний вес возвращался. Иногда возвращался еще больше, чем до того, как был в начале. Так вот, значит, что касается диет. Друзья, диеты неэффективны вообще все. Хорошие и плохие диеты неэффективны. Почему? Потому что диета это то, что имеет определенную продолжительность сроку и заканчивается. Когда заканчивается диета, что вы делаете? Вы возвращаетесь к своим обычным пищевым привычкам. А если ваши пищевые привычки однажды привели вас к лишнему весу, то, соответственно, и второй раз они это делают достаточно быстро. Но, если вы меняете пищевые привычки полностью, то, соответственно, у вас уже по-другому начинает работать терминный веществ, по-другому вообще работает организм. Если вы еще это делаете правильно, то проходите после очищения, как на моих занятиях, то, чем я занимаюсь. Соответственно, мы меняем пищевые привычки, и это приводит к таким долгосрочным результатам. То есть, диета любая, которую вы держали, многие придерживались таких или других диет, даже самая лучшая, даже самая вкусная, но вы подумайте, вы смогли бы ее держать всю жизнь? Вот я за вас отвечу, не смогли бы. Потому что диету держать всю жизнь, это странно. И от еды нужно получать удовольствие. А если у тебя время диеты, то какое удовольствие? Это удовольствия никого не будет. Соответственно, поэтому диеты неэффективны. Потому что так или иначе, они заканчиваются, а у нас что? У нас лишний ест, потом диета, уменьшенное потребление пищи, да? Это, как правило, усугубляет какие-то там сложности в организме. Это приводит к макро, к микробологу, есть такое понятие. Это дальше срыв, после срыва переедания. И результат опять, мы вернулись туда же, где был лишний ест. Значит, как выбрать все из этого круга поролочного? Ну, относительно просто. Потому что относительно все-таки нужно что-то сделать. Ну, мы этим занимаемся у меня на курсах, на моих занятиях. Вот. Значит, что еще? Хочу сказать про лишний вес. Есть еще одна причина лишнего веса, которая, она, скажем так, не на поверхности. Про нее практически никогда никто не говорит. Но она тоже очень важна. Это причина в том, что, скажем так, некоторые компоненты нашей пищи, да, не очень полезные, откровенно говоря, вредные и плохие, которые мы употребляем со своей обычной едой, организм не может переварить, соответственно, не может переварить, не может их вывести из организма. И они отседают. Организму нужно что-то куда-то и есть. И что происходит? Как правило, организм это все расписывает в взрывную ткань, потому что она относительно статична, и она относительно не требует для того, чтобы она находилась в нашем теле, да, дополнительной энергии. То есть она не работает, она ничего не делает. И вот одним из таких, например, компонентов, там много разных токсинов, может быть, и прочего, шлаков, но один из таких компонентов интересных, это галактоза, которая отходит в состав молочного сахара. То есть вот это 100% это целлюлит, это отложение галактозы в суставах, и, соответственно, суставы становятся менее подвижны и возникает иногда болезнь в прихождении. И что самое плохое, галактоза может откладываться на фрусталики глаза. Это тогда катаракта. То есть это вот, я так вкратце затрону галактозу, чтобы вам рассказать о том, что есть еще вот такая причина лишнего веса. Это вот токсины, шлаки, которые в нашем организме накапливаются с годами, к сожалению, и мы не можем от них избавиться. Значит, почему мы не можем от них избавиться? Секунду. Сейчас расскажу. Так, главная проблема у мужа астма. Ее же вот здесь написали. Ну, давайте, значит, чуть позже будет в блог так вопрос-ответ, и я отвечу там на этот комментарий. Значит, почему мы не можем от них избавиться? Ну, смотрите, наш обычно, скажем так, в здоровом организме налажена, если мы правильно питаемся, определенная эвакуация токсинов из всего тела. В нашем теле есть две жидкости, кровь и лимфа, которые питают и омывают все органы совершенно нашего тела, нашего организма. Кстати, поэтому, если чуть-чуть просто задуматься на секунду, вы поймете, что не бывает здоровым организмом, в котором что-то болеет. То есть, если вы там в поликлинике или еще где-то столкнетесь с тем, что вам начнут лечить какой-то один орган, ну, поверьте, вы больны целиком. Один орган не может быть больным. Почему? Потому что я сказал только что, кровь и лимфа, они омывают все совершенно органы и ткани нашего тела, нашего организма, проникают во все клетки и сыграют все токсины. Представьте, кровь и лимфа, она прошла через больную орган, куда она дальше идет? Она идет к другим органам. Она несет в себе продукты обмена того органа, где она только что была. Поэтому симптоматическое лечение, вот здесь, вот, вот, вот здесь надо полечить, оно бесперспективно, потому что в это время токсины, они уже во всем организме, во всем деле. Вот. Но когда организм работает правильно, налажено, хорошее, правильное воплощение токсинов, как это происходит? Значит, лимфоток, который, да, лимфа, это, ну, в некотором смысле такая коммуникационная система организма. То есть лимфа омывает совершенно точно такая же кровь, все увозуны, все ткани, и она вымывает все токсины. И с током лимфы эти токсины должны попасть в толстый кишечник. Потому что есть протоки у лимфы, которые как раз выходят в процессе толстого кишечника. И в нормальной, хорошей ситуации, да, в эти протоки попадают как раз эти токсины, они попадают в толстый кишечник, и налажена, таким образом, налажена эвакуация токсинов. Соответственно, мы так справляемся, да, со своими, ну, вот такими пробелами. Но, разумеется, это не единственное, также выводят токсины в почки, также в этом детоксикации вообще всего организма участвует печень. Но печень, в первую очередь, она берет кровь по воротной вене, да, воротная вена откуда забирает кровь? Со всего же КТ. То есть, соответственно, кровь после того, как мы что-то поели, да, попала в желудок, в тонкий кишечник, толстый кишечник, кровь эти все органы омывает. И в тонком кишечнике, и вообще на протяжении всего ЗКТ, все эти компоненты всасываются в кровь, и они попадают в печень. То есть, они там, когда попадает туда что-то токсичное, ну, это не обязательно какая-то отрава, что белок тоже токсичен. А если будет время, у нас все позже, я объясню, к чему. То это дело все, печень нейтрализуется. То есть, в первую очередь, печень нас спасает от нашей нейтральной еды. Это первое. Вот. А лимфа, она со всего тела, в том числе продукты обмена, да, у нас в нашем теле ежедневно огромное количество клеток обменает, заменяется другими, соответственно, они распадаются, они должны как-то выводиться. Что-то с током крови попадает в почки, что-то попадает в лимфу, и лимфу это все дело выводит в толстый кишечник. И, соответственно, и выплывет из нашего тела. Но, к сожалению, толстый кишечник не работает, наверное, у 90, ну, вот по моему наблюдению, у 95% приседения, да, наш робот, у людей. Так, как он должен работать, он не работает. Почему? Потому что вследствие неправильного питания наш толстый кишечник забит просто отходами, да, нашей жизнедеятельности, забит шлаками. Причем есть такое понятие, запор, да, оно понятно, да, оно всем ясно, но иногда, ну, запор вот непроходимый, да, но иногда по стенке толстого кишечника столько всего отложено, там, каловые камни, когда они вроде все нормально, то есть человек входит в туалет, каждый день, полагая, что у него нет запора, что у него все хорошо, все работает, но стенки толстого кишечника, они просто вот залеплены вот этой вот массой, да, и чаще всего это слизь, которая проросла к рекламной цели, уже, почему это, чуть позже я объясню и скажу, и, соответственно, через вот эту слизь, да, она как бы сориентирует вот этот толстый кишечник изнутри. И вот то, о чем мы говорили, потоки лимфы, да, которые выносят токсины, они не могут просто в просвет толстого кишки пробиться, потому что у лимфы, в отличие от крови, нет насоса, то есть вот кто-то вкачает сердце, да, есть насос мощный, там, работает столько, что ни один механизм только не работает без ремонта, а вот лимфа не может, соответственно, и лимфа принесла эти потоки, да, но она не может их пролить в просвет толстого кишечника, чтобы они нас покинули, они столько в лимфы возвращаются обратно. И начинается, вот, в общем-то, проблема с этого. То есть, начинается, иногда, ну, очень часто это позднее, да, высыпание, то есть это все начинает, организм пытается эвакуировать через кожу, начинается аллергия, да, в том числе, это одна из причин. Ну, и дальше уже все, что угодно, то есть там и белый инфрит, может быть, все, что угодно. Очень большие сложности. Значит, наверное, уже все думают, пугает, пугает людей. А что делать-то, да? Значит, что делать? Сейчас, секунду. Значит, что делать? Во-первых, безусловно, нужно очищать свой толстый кишечник. Во-первых, да, во-вторых, использовать, ну, как я, например, на своих, да, занятиях я использую, это делается с помощью клизм, но дело не самих клизмам, да, дело, скажем так, клизма, не самоцель. Это просто такой вспомогательный инструмент. А мы также еще используем отвары. Родные травы, чаще всего, да, их очень много, и обычно они бывают назначены индивидуально. То есть, когда я... Я стараюсь еще, чтобы у человека всегда мне предоставить анализ крови. По анализу крови я под некоторым показателем уже понимаю, где нужно, вот, скажем так, более преимущественно воздействовать, на какие системы. То есть, это медицинская система, это печень, разумеется, пости. То есть, фактически, что мы делаем? Мы чистим кровь, мы чистим лимфу, мы чистим толстый кишечник. То есть, таким образом, мы идем к своему результату, к своей сложности. И, что еще немаловажно, мы всю записанность организма, которая чаще всего бывает вот в такой ситуации, мы ее немножко ощелачиваем, а когда человек питается правильно, то она уже не бывает закисленной. И надо сказать, что... Вот меня спрашивают иногда, да, что, например, достаточно ли перейти на сыроедение для того, чтобы очиститься. Вы знаете, однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Почему? Во-первых, просто так перейти на сыроедение, скорее всего, не получится. Во всяком случае, ну, опыт, ну, не 100%, может быть, но 99% тех, кто пытался, показывает, что это невозможно. Почему? Потому что у нас с вами есть определенные пищевые привычки. А что это значит? В нашем ЗКТ огромное количество бактерий. Их общий вес примерно 3 килограмма. Это для тех, кто не читал работы, я думаю, все не читали работы академика Угарева. Вот я сейчас расскажу, как работает микрофлора. И когда мы питаемся определенной пищей, мы питаем не только себя, но и нашу микрофлору. И когда мы питаемся, скажем так, нейтральной пищей, соответственно, микрофлора у нас не симбиотная, такая, которая должна быть. Микрофлора у нас получается патогенная. Эта патогенная микрофлора нас постепенно отравляет. Если симбиотная микрофлора, она способна вырабатывать витамины, в том числе витамины В12, которые, да, говорят, что при сыроедении он не поступает в организме. При правильном сыроедении прекрасно все поступает. Аминокислоты, поскольку это бактерии, часть из этих бактерий, они уцваиваемые, они белковые, соответственно, мы так или иначе получаем белковое питание. И вот таким образом работает синдиотная микрофлора. Но что происходит, когда наша микрофлора, патогенная, она нас травит в ремонт и переносном смысле? И когда... Суть, да, почему не получается сразу перейти? Вот человек решил все, ну, большинство людей знает, что такое правильное питание. Он нам прочитал, как здорово кушать там ананасы, яблоки, бананы. Говорит себе, ну, все, буду кушать правильно, буду сыроедом. Ну, обычно хватает человека на два дня. Самых стойких на неделю, не больше. Значит, почему? Потому что наша микрофлора привыкла получать определенную пищу. И тут мы решили резко поменять свой рацион. Мы начали питаться какой-то правильной едой, но та микрофлора, которая в нас сидит, в серии 3 килограмма бактерий, да, на протяжении всего тонкого и толстого кишечника, они-то не получают свою привычную пищу. Что с ними происходит? Они начинают погибать. Ну, это очевидно, да, нет пищи, значит, они погибают. А что происходит с человеком в это время? То есть, вот он, например, на фруктах, овощах, день, второй, третий, но он, во-первых, чувствует страшный голод, во-вторых, у него портится настроение, у него падает тонус, у него появляется слабость, и он вот как раз-таки приходит к тому, что он думает, нет, это питание не для людей, так должны питаться коровы, я так не могу. Он идет в Макдональдс и питается опять своей жареной картошкой фри, которая, не знаю, которая вообще есть нельзя, тараканов провести, то бы можно. Ну, в общем, но физически он поел какое-то время еды, он чувствует религии, он чувствует, что у него поднялось настроение, и он себя прекрасно чувствует. Почему? Все просто. Когда у него начали погибать эти все бактерии, да, это часть микрофлоры, она стала выпускать, ну, она погибает, соответственно, она разлагается, она распадается, появляется кутрицин, появляется кодолерин, если сказать просто по-русски, это трупные яды, они с током крови попадают в организм. Часть печень, конечно, пытается инвентаризовать, но что-то все равно попадает в общий кровоток. И, соответственно, когда эти компоненты оказываются в крови, у нас появляется, ну, даже температура может быть, потому что эти компоненты белковые, да, они могут выступить как антиген, а на антиген есть иммунный ответ организма, то есть вырабатываются антитела, то есть повышаются лейкоциты, то есть тут может увеличиться температура, хотя человек вроде просто там кушал фрукты. Соответственно, как только человек решил, что все, больше не могу, больше не буду, начинает есть привычную пищу, эта вся микрофора начинает получать свою обычную пищу, соответственно, она перестает погибать, и она перестает выделять эти яды, потому что погибая, она распадается, разлагается, и человек чувствует, что у него вроде как все здорово, все хорошо. Вот именно поэтому нельзя, ну, и так крайне-крайне сложно просто перейти на правильное питание. Какой способ? Ну, опять же, тот, который использую я, это замена микрофора. То есть здесь мы используем специальные отвары, определенные травы, здесь используется мед, снижается, максимально снижается в перестантиках всего кишечника, потому что мы питаемся основными, основное питание несколько дней это травы и мед, то есть фактически пищеварение снижено, и в этот момент как раз промывается, то есть делаются эквизмы, промывается толстый кишечник, то есть все, что выделяют вот эти бактерии, все эти патогены микробы, мы вымываем, то есть в этом как раз так и суть, то есть мы как раз все эти токсины вымываем, и таким образом можно как раз привести свой организм к тому, что мы заменяем как раз микрофору на полезность. Это занимает, это не быстрый процесс, он происходит у всех по-разному, но это занимает никак не меньше полтора-два месяца. И если это идет, скажем так, еще на пони какого-то заболевания, то это может быть еще больше. Вот, но не нужно пугаться, если сами клизматр полтора месяца делать не нужно, но есть дни, когда нужно вот прям порядка, несколько, несколько, несколько. Тут этот вопрос сейчас так всем сказать сложно, потому что тут все индивидуально. И, наверное, сразу скажу про противопоказания, потому что, ну, скажем так, есть, наверное, те, кто берется за всех и говорит, что он все может, я так не могу, потому что я считаю, что это так говорят либо шарватаны, либо, ну, просто бруны какие-то. Значит, все камни, я имею в виду камни в зосном пузыре, камни в почках, камни в мучевом пузыре, с такими патологиями я не работаю, во всяком случае не работаю вот таким образом через скайп, как мы сейчас в конференцию делаем, да, и диабет инсульнозависимый, потому что здесь, на фоне диабета, ну, здесь очень сложно, наша основная задача сделать такие блоки, да, когда несколько дней снизу пищеварение. При диабете это может привести к корму, поэтому здесь это очень долгий процесс, который длится очень долго. Вот, ну, разумеется, онкология, да, онкологию я тоже не берусь, потому что, ну, по разным причинам. Онкология вообще, это такая тема очень интересная. С одной стороны, она сложная, она вроде как такая фатальная, но с другой стороны, есть данные, что онкологии вообще нет. Ну, в принципе, рака не существует. То есть, есть проявление болезни, есть проявление, да, там, лейкоцидов, ну, в общем, много всего. Сейчас в эту тему не будем удаляться, углубляться, тема сложная, ее нужно очень долго обсуждать, объяснять, рассказывать. Вот, значит, в двух словах я, наверное, так, в двух, может быть, больше, рассказал о самих механизмах, да, инструментах. Но дальше, когда прошли вот эти, значит, определенные чистки организма, да, определенным образом, дальше очень важно определенные, создать правила диеты, пока не выстроится вся микротура. То есть, мы, используя определенные продукты пищевые, да, определенные, в определенных компонентах, в определенном образе мы их совмещаем, мы тем самым выращиваем свою синдиозную микрофору. И вот поэтому, как раз процесс, он и достигается, так что, меньше двух месяцев, ну, полтора-два месяца. Значит, что сказать? За это время происходят такие перемены. Во-первых, а, ну, и про сами продукты расскажу, да, это, безусловно, продукты, исключающие животный белок. То есть, для тех, кто не готов быть вегетарианцем, или, там, для тех, кто, тем более, сыроедом, могу тоже сказать, что, в большом учетом, ну, перейти полностью на вегетарианство, я этого не требую, не прошу, если у этого, такой задачи нет. Знаете, даже есть такое изречение, оно мне очень нравится, чтобы стать вегетарианцем, нужно заслужить. Ну, можно его переинфранировать, чтобы так оно было более удобово, варимо, к этому нужно прийти. То есть, если человек не готов, то не надо, но нужно понимать, что количество мясной пищи нужно в своем рационе максимально сокращать. Смотрите, на всем земном шаре есть две причины, главные, смертности, в цивилизованном мире, кстати, в диких там обществах, там этого нет. это перечисосудистые заболевания и онкология. Вот, это две главные причины смертности всех людей в цивилизованных так называемых развитых травм. Но, в прошлом году, в 2015, официальная, совершенно самая официальная медицинская организация, Всемирная организация здравоохранения, заявила, то есть, это вот было по всем каналам, не знаю, там, в Яндексе, мы везде, в общем. Что, употребление мясных блюд и продуктов переработки мясного производства ведет к онкологии и селевсосудистым заболеваниям. Не знаю, если получится у нас по времени попробуем затронуть эту тему, я объясню, почему. Но это, скажем так, не вегетарианцы сказали. То есть, нужно понимать, что у нас же как, происходит. Мы питаемся, большинство людей питается 3 раза в день и обед, каждый прием пищи это примерно 2 блюда и чаще всего еще каждое блюдо включает в себя какой-то мясной компонент или бульон, который, на мой взгляд, противоестественный, либо какой-то приближальный куток мяса или еще хуже, еще хуже какая-то там колбаса или сосиски. И вот на наших занятиях мы как раз формируем правильные привычки, то есть, вам просто не захочется этого. Вам не нужно будет становиться вегетарианцами, если вы к этому не готовы. И более того, меня спрашивают очень часто, а можно мне то-то, то-то, то-то? Вот мне всегда хочется сказать, да вам можно все, что угодно. Вам можно и пить, и курить, и принимать наркотики, вам можно все. Вы родились в этот мир, пришли таким свободным моральным агентом. Вы можете все, вы можете построить свою жизнь так, чтобы вы будете счастливы, вы можете построить жизнь так, чтобы вы будете алкоголиком. Вам можно все, но тут главный разумный выбор. И поэтому я не говорю людям, что вам нельзя того-то, того-то, того-то. Я говорю, ни в коем случае не пейте молоко. И объясняю, почему. Я говорю, ни в коем случае не ешьте мясо чаще, чем один раз в неделю. И объясняю, почему. То есть человек не хочет мяса, в принципе, да, вот он пришел к этому. Это вообще прекрасно. Могу сказать про себя, я уже много лет мяса не ем, но если бы мне когда-то, даже вот в тот момент, когда я был таким толстым, больным и почти мертвым, если бы мне в тот момент кто-то сказал, что я не буду есть мясо, что мясо есть вредно, я бы этому человеку ответил спасибо, иди в свою секцию и больше меня не трогай. То есть к этому нужно прийти. Это вот просто так за один момент не дается. И когда у вас сформированы уже правильные пищевые привычки, вам просто этих всех веществ, я их даже едой назвать не могу, не захочется. Например, я вот недавно, месяца два, наверное, назад попробовал, просто вот решил попробовать, значит, кушали рядом мороженое из Макбеланса. Ну, мне предложили огурнение, я не буду, я не ем вообще сахар, в принципе. Ну, я думаю, ну, ладно, попробую, ничего со мной не будет, если я попробую. Вы знаете, я его попробовал, я не смог его съесть. Оно настолько сладкое, что это неестественно. Оно просто уже вот, этот вкус сахара, его разогнали настолько, что в природе такого не бывает. И мне его не хочется. А вот, скажем так, не нужно думать, что я какой-то остец, я очень люблю вкусно кушать. Но мое «люблю вкусно кушать» оно переместилось с той еды, которая у меня была раньше, на ту, которая у меня была последние несколько лет. То есть, формировались правильные привычки, и мой рацион, он, ну, практически, ну, 100% вегетарианский, конечно, и, наверное, процентов на 90 сыроедный. Но это вот так стало. То есть, я к чему говорю? К этому приводят правильные пищевые привычки. То есть, у вас уходят все ваши проблемы со здоровьем, у вас уходит лишний ест, и вы вообще не думаете ни про какие жиры, белки, углеводы. Вы спокойно живете, вы спокойно у вас, вы не на диете. Вот самое главное, что у вас больше нет диеты, у вас, ваши пищевые привычки, они позволяют вам питаться столько, сколько вы хотите. Хотите вы целый день есть, а вы будете их есть. Но ваши пищевые привычки не дадут вам, скажем так, желания, есть что-то вот, что будет неполезно, вредно для вас. Поэтому, ну, кстати, целый день есть не захочется. Вот мы поели, и через там час или два у вас ощущение пустоты в желудке, да, вот как у меня. И раньше я бы, например, у меня бы началась просто трясучка, мне бы хотелось что-то, что-то вот забить в желудок. А сейчас понимаешь удовольствие от пустоты желудка. Испытываешь прямо удовольствие. А нелфарки, энергии нет, недостатка там, не знаю, эмоций, еще что-то, стройность вообще, да, я стал заниматься, ну, вот все там слышат, что нужно там заниматься утренней гимнастикой, утренней зарядкой. Я раньше никогда не занимался. Вот последние годы я без этого просто не могу. Если я утром не сделал гимнастику, мне как-то вот уже не так начался, как хотелось бы. Вот. А теперь давайте я немножко расскажу о продуктах, которые все-таки нужно исключить. Независимо от того, придете вы ко мне на курсы, не придете ко мне на курсы, есть продукты, которые нужно избегать. Значит, первое. Если помните, мы говорили о том, что у нас толстый кишечник, он забивается слизью, он забивается остатками непереваренной пищи, это все превращается в каловые камни, это все нас отравляет. Значит, смотрите, все диарабазующие продукты, ну, наверное, мне не хватит много, столько времени у меня нет, чтобы все перечислить. Но, смотри, это все продукты, которые были поддержаны рафинацией. То есть, мука, да, высшего сорта, это рафинированный продукт. Что такое мука? По большому счету, там убрали оболочку, там убрали зародыш, там остался только трахмал. То есть, если правильно назвать муку высшего сорта, это будет правильное название, пшенично-рафинированный крахмал. Вот этот крахмал, который мы употребляем в любом виде, да, кондитерские изделия, еще как-то там, или манная каша, которую я до сих пор этим люблю, но понимаю, что это страшный вообще яд для организма. Я ее не ем, но вот я не помню, сколько я ее, наверное, тонну съел в своей жизни. Вот это, все, что из этой муки делается, это все очень сильный слизеобразующий продукт. Далее, белый рис. Это очень тоже сильный слизеобразующий продукт. Еще к этому относится уже там картофель, еще что-то. Я вот тут так категорично не буду говорить о том, что картофель слизеобразующий продукт, но если вы картофель кушаете унгири, он даже вам может много приносить пользу. Вот. То есть мы едим большинство людей, да, вот эти продукты. Поляется слизь. Дальше. Другой продукт, который крайне опасен просто для нашего здоровья, это дрожжи. Термофильные пекарские дрожжи. Хлеб, который вы едите, он должен быть только бездрожьевой. Он должен быть либо вообще без закваски, либо на закваске сделанный. Но никаких дрожжей там быть не должно. Значит, смотрите, когда вы кушаете дрожжи, ну, в составе как они сидели, каких-то там хлеб, что происходит? Эти дрожжи, они не погибают, да, ни желудки, ни кишечники. И когда они попадают в толстый кишечник, они прорастают вот в эту флизь, которая, к сожалению, у большинства людей забита из желудок кишечника. они прорастают грибковыми целями. И как раз таки вот и цементируют наш толстый кишечник и не дают возможность линке в него капать просто вот те токсины, которые она должна выводить из нашего организма. Это все возвращается обратно в организм. Это первое. Второе. Почему дрожжи не погибают? Смотрите, очень легко, да, это понять. Многие из вас делали квас когда-нибудь и иногда делали на пережженных черных сухарях. И вы прекрасно знаете вот эти пережженные черные сухари, которые уже, в них никакой жизни нет. Бросаете в воду, да, там из чего вы пас делаете. И все начинает бродить. Вот в организме таких температур нет как в духовке. В организме они тем более не погибают, если в духовке не погибают. Это первое. Второе. Откуда взялись дрожжи? Мало кто знает, но современные хребописиальные дрожжи они были запрятнены во время Второй мировой войны в нацистской Германии, когда встал вопрос о том, как быстро и чем дешево накормить большое количество заключенных концентрационных лагерей. Будет это какие-нибудь дрожжи, которые дают такой притек к хлебу, и этим можно кормить людей. Но если вам будет не лень, а я просто настаиваю, чтобы вы просто развили скажем так свое понимание вообще того, что происходит вокруг вас, просто возьмите и в интернете наберите состав дрожжей ГОСТ. Вы придете в ужас в этих дрожжах аккумуляторная кислота, в этих дрожжах удавление для сельского хозяйства, в этих дрожжах, там не пересистить всего, там несколько страниц страшнейших ядов. основа это стеклоричная неласа, остатки сахарного производства, а все это сдавливается страшными ядами. И это все не погибает ни в плите, нигде, никогда. И когда мы эти дрожжи едим, мы получаем вот этот подарок внутрь себя. эти дрожжи были, как я уже сказал, изобретены для того, чтобы кормить людей, которых потом все равно убивали, то есть в этом не было никакой ценности в здоровье этих людей, но потом этот рецепт распространился по всему миру. Почему? Потому что это быстро, дешево, и, соответственно, никому не интересно, что с вашим здоровьем будет. Дальше. Значит, молоко. Вот этот момент такой, неоднозначный. Когда, например, я первый раз услышал про то, что молоко вредно, я не стал даже слушать это все. То есть мне показалось, что за ерунда. И на вредных производствах молоко раньше давали, и с детства как-то там принято, что корова должна на ребеночка молоко. Ну, в общем, вся эта чепуха, да? Но прошло какое-то время, опять эта информация ко мне стала включаться в мозг. Я опять отмочился. Ну, я не мог понять, не мог принять вообще, что молоко может быть вредно. Ну, это было для меня противоестественного все это слышать. Ну, наверное, 20-го раза я все-таки подумал, ну, ладно, надо этот вопрос изучить, раз уж так вот настойчиво бьется в мозг. Смотрите, состав молока, да? Казиен, зыр, лактоза. Ну, казиен, белок молочный. Значит, что происходит, когда мы пьем молоко? Как оно переваривается? Ну, в нашем организме, по большому счету, оно вообще не переваривается. Сейчас объясню. Значит, казиен, белок молочный. Для того, чтобы он усвоился, в желудке киренка, там, если вы, точно сказать, четвертом отделе желудка, вырабатывается фермент, специально называется, ренин. И вот с помощью этого фермента ребенок перерабатывает этот казиен. Значит, тот белок, который материнка в молоке, ребенок получает, когда грудное отканывание, дело в том, что в молочной завязи, в маме, вырабатывается определенная бацилла, и она поступает ребенку вместе с кровью, вместе с молоком. Почему молоко нельзя? Вот как раз сейчас объясняю. Сейчас как раз об этом и говорю. Потому что просто так сказать, что молоко вредно, я понимаю, что у вас будет такая же реакция, как у меня первый раз, когда я услышал. То есть, когда я услышал о том, что молоко вредно, я подумал, нет, это ерунда, вообще об этом не стоит даже слушать. Но сейчас я объясню. Надеюсь, вы услышите, вы откроете глаза, откроете уши и послушаете. Может быть, не завтра откажетесь от молока, но, во всяком случае, сами тоже изучите этот вопрос и придете к каким-то заключениям. Так вот, значит, определенная бацилла у мамы вырабатывается, вместе с молоком поступает как раз ребеночку и с помощью этой бациллы как раз ребенок этот кодиин усваивает. Что происходит у взрослого организма? То есть, там, соответственно, мы не получаем никаких этих бацилл вместе с грудным молоком. У нас ренин не вырабатывается. У нас вырабатывается проренин, проренин, который активен в очень-очень узких кислотных рамках. А если не ошибаюсь, от 4 до 4 должна быть кислотность, в 2 до 4. Когда как раз-таки этот фермен будет активен, он сможет переработать этот белок. Но мы никогда не, чаще всего, но большинство людей не получает продукт монотропного питания нет. То есть, чаще всего мы что-то запиваем молоком, еще что-то. Короче, у нас там очень такая разнообразная масса всего, и, соответственно, не может быть именно четко именно определенная кислотность желудки для того, чтобы этот белок усвоился. Дальше. Вот к белку мы вернемся, сейчас я когда про молоко расскажу, вы поймете, насколько все здесь сложно. Теперь, значит, лактоза, молочный жир. Он состоит из-за глюкозы и галактозы. Ну, глюкоза все понятно, глюкоза это, наверное, единственный компонент в молоке, который мы спокойно усваиваем. Но галактоза, она вообще не усваивается в организме. То есть, в организме ребеночка галактоза перерабатывается, опять же, глюкозом. Но во взрослом организме этого не происходит. И вся галактоза, которую мы получаем с молоком, она идет напрямую в подкозу в виде целлюлитов. и она идет, извините, суставы и прочие места она откладывается в организме, потому что организм ее переработать не может. Далее, жир. Молочный жир это оксидированный жир. Это значит, что он соединен с кислородом. То есть, он оксидируется. И этот оксидированный жир это фактически оксидированный холестерин. И смотрите, в средней, дневной норме молока, ну вот я когда-то выпивал день там 2, иногда мог 3 литра молока выпить, содержится примерно 160-180 грамм, миллиграмм оксидированного холестерина. А теперь смотрите, интересный момент. В 100 граммах сала содержится всего лишь 100 миллиграмм оксидированного, простого холестерина, неоксидированного, который не такое вредное совершенно. Иначе вот здесь упаляет наш организм, иначе переваривается, усваивается. Вот. И еще один момент туда же, да, к молоку. Еще мы про кальций сейчас скажем. Значит, секунду. Значит, на чем я остановился, значит, по поводу сала. Значит, в 100 граммах сала всего лишь 100 миллиграмм холестерина. Вот я сказал, да. Теперь жирность молока. Смотрите, в 100 граммах молока в магазине 3,2% жирности. Но 100 грамм молока содержит 88 грамм воды. Вода вообще не дает калорий, никаких. Дальше то, что я скажу, без презентации вам будет сложно понять, но попытайтесь просто услышать. Потому что там была токтинка на презентации, вы могли бы это все увидеть равноблядно, ведь сейчас придется меня внимательно послушать. Значит, 100 грамм молока содержит 88 грамм воды. Убираем воду. Осталось 12 грамм с хомо-статтня. Смотрим дальше на антикетску, которая у нас на молоке написана. 3,2% жира. 3,2 грамма жира. Значит, из биохимии мы знаем, что каждый грамм жира дает 9 килокалорий. Соответственно, 3,2 мы умножим на 9, получим примерно 28,8 килокалорий. Это 28,8 килокалорий от жира. А всего, если мы у вас смотрим килокалорий в 100 грамм молока, мы увидим, что их всего 56. Ну, там, 54-56 примерно так, разных разницах. Так вот, вот эти 28,8 от 56, они вам дадут 49% жира. И вот вам интересный момент. Обычное молоко, на котором написано 3,2% жира, оно на самом деле содержит 49% жира. Вот вы будете покупать молоко, на котором написано 49% жира? Думаю, что не будете. Ну, вот вам и пишут 3,2%. А теперь самый большой миф про молоко и закончим на этом. Значит, нам говорят, да, ну, ладно, не врачи, то есть, наши там родители, бабушки, дедушки, просто люди, которые там все знают, говорят, пейте молоко, и вы не будете страдать от недостатка кальция. Это вот самый большой обман, который может быть. И хуже всего, когда мы это слышим от врачей. Значит, вот, значит, я вас призываю не полениться, и посмотрите, в интернете, забейте, значит, такую строку в поисковике, посмотрите, страны, где больше всего употребляют молока. У вас выйдет определенный список стран. А потом забейте другой поисковик. Значит, страны с самым высоким уровнем заболеваемости остеопорозом. Что такое остеопороз? Это заболевание, которое напрямую связано с нехваткой молока, кальция в организме. И вот, когда вы заделете эти два запроса, да, где больше всего остеопороза, где больше всего молока, у вас выйдут одни и те же страны. Вот норсенс, парадокс. Вроде в этих странах люди питаются молоком для того, чтобы сохранить свой кальций, да, и получить еще. А в итоге-то они больше всего и болеют от недостатка кальция. Значит, как это происходит? Вот тут механизм весь я описывать не буду, потому что он достаточно сложный, но чтобы все-таки недосказанности не осталось, я вам расскажу. Значит, дело в том, что молоко очень сильно закисляет наш организм. Как и некоторые другие неполезные продукты, в том числе мясо, например. Но есть понятие гомеостаза, да, и наша кровь, наши внутренние среды, они не могут резко вдруг поменять свою кислотность. Если кровь поменяет кислотность, например, с 7,43 до 7, скажем, 23, то это моментальная смерть. Но когда это происходит постепенно, последовательно, бросают пить молоко, ну, я сейчас объясню, сейчас, бросают пить, значит, смотрите, все нужно делать последовательно, если вы все время пили молоко, в один момент это делать не нужно. Значит, про кисломолочек скажу чуть позже. Значит, смотрите, когда, ближе меня к мысли, цислотность, значит, когда мы употребляем молоко, мы дотесняем очень сильно наш организм, и есть гомеостаз, который не позволяет внутренним средам редко менять свою, свои и вот первое, что использует наш организм для того, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс в любом месте организма, кровь, желудок, толстый, тонкий кишечник, межклеточный желудок, то есть, все, что угодно. Первое, что используют, это кальций и магний. Первое кальций, потом магний. Где он берет этот кальций? Поскольку тот кальций, который мы получили с молоком, он весь уходит на то, чтобы нейтрализовать кислотность, которая от молока в нашем организме появляется, то этот кальций, он не дает нам вообще никакого смысла вместе с молоком его употреблять. Более того, наш организм еще тратит свои запасы кальция для того, чтобы нейтрализовать эту кислотность. И тем самым мы получаем что? Мы получаем слабые зубы, у нас истончается эмаль зубная, у нас уходит кальций из костей. Значит, теперь, еще один миф такой, уже заканчиваю я про молоко, сейчас потом скажу про это молочку. Значит, миф, который продвигает производитель витаминов и прочих таблеток, и базов, и прочего всего, что нам каждый день нужно вот столько-то витамина С, вот столько-то витамина Е, вот столько-то витамина В. Не нужно. Значит, объясню. Значит, вернемся к молоку. Значит, кальций, где он берется? Когда наш организм не закислен, когда мы здоровы, когда мы активны и все хорошо, есть в нашем организме замечательные клетки, они находятся в костном мозге, и называются они остеобласты. Вот эти клетки вырабатывают столько кальция, друзья мои, сколько вам необходимо для того, чтобы вот жить так, как вы живете. если вы бегом занимаетесь, у вас будет необходимо количество кальция для этого. Если вы занимаетесь тяжелой атлетикой, у вас будет, то есть наш организм вырабатывает то количество микроэлементов и витаминов, которые нужно ему, то есть нам, исходя из наших затрат витаминов и микроэлементов. Так, увидел вопрос про потенцию от вечера, но сперва давайте про кисломолочку. Теперь, что касается кисломолочки. Во-первых, про молоко заканчиваем, еще пару минут, а то про молоко слишком долго получается. Хотя, это не все, что я могу рассказать про молоко, и про молоко могу говорить целый день, но нам нужно все-таки в наши рамки уйти. Значит, про кисломолочку. Ну, про молоко, да, во-первых, нужно понимать, если все-таки вы пьете молоко, да, пока еще, то есть, вообще я сторонник того, чтобы не делать прямо резких никаких тренемен. Нельзя просто что-то убрать, не заменив это. То есть, если вы уходите от молока, то, да, можно перейти сперва на кисломолочку. Кисломолочка почему более полезна, чем молоко? Потому что кисломолочная продукция, она поддерживает кисломолочные бактерии. А это одни из тех бактерий, которые в нормальном состоянии, здоровом организме присутствуют в нашем ЖКТ, да, в желудочном кишечном тракте, в том числе в толстом кишечнике. Поэтому на каком-то этапе кисломолочная продукция, она будет полезна. Единственное, что однозначно можно, от чего не отказываться, из молочки, это сливочное масло и сметана. Но сметана должна быть только непосередованная. То есть с рынка будет, что называется, с промереного места и так далее. В идеале, да, от этого тоже можно отказаться. Но если вы не стремитесь к вегетарианству, к стопроцентному вегетарианству, к сыроведению, эти продукты можно оставить. Почему? Потому что там содержатся жиры, а жиры в нашем организме усваиваются. Когда их не перейдет избыток, они усваиваются полностью, они дают долгую энергию. И, соответственно, а жиры, что такое жир, да, немолочный жир, да, вот в таком варианте, именно в варианте сливочного масла и сметана, это холестерин. Он нам необходим. В нашем организме вырабатывается примерно 80% необходимого нам холестерина. И остальное мы получаем, кто питается животными продуктами, примерно 20% получаем с пищей. А что был холестерин? Холестерин – это основа жизни клетки. Чтобы не было никаких гормональных нарушений, в нашем организме должен быть холестерин, потому что это матрица для всех гормонов. Все гормоны строятся в организме из холестерина. Вот это нужно понимать. То есть, когда человек обычно там слышал про холестерин и понимает, что это что-то вредное, если у вас не будет холестерина, вы просто погибнете. Потому что у вас не будет гормонов, вы не сможете жить в таких... Мужчина превратится в женщину, в женщину мужчину, то есть, это будет что-то вообще никаких черт не будет проявляться ни женственности, ни мужественности. Поэтому кисломолочка однозначно более полезна, чем молоко, потому что... Ну, я, надеюсь, объясню, почему. И... Что касается сыров? Вопроса не было, но отвечу. Значит, твердые сыры нужно исключать настолько быстро, насколько можете. Какое-то количество времени, чтобы произошел нормальный плавный переход, можно питаться мягкими сырами, но не только, ни в коем случае, не плавными, они не натуральные. Там очень много компонентов компонентов Е и так далее. Это не нужно в нашем организме. Это мусор. То есть, это домашний творог, это какой-то вот домашний легкий сыр. То есть, нужно стараться максимально... Если какие-то продукты, которые, ну, вы начнете вот изучать, вы поймете, что они вредные. То есть, напрямую, сразу скажу вам однозначно, вредно мясо. Вот 100% вредно. Вредно молочная продукция, да. Но, если вы какое-то время еще употребляете вот эти продукты, тут не нужно быть фанатиком. Вы не сможете моментально от них отказаться. Но, если вы какое-то время еще едите мясо, например, то кушайте вы раз в неделю хорошую шашлую. Это же не колбаса какая-то, это же не сапдельки какие-то, которые, ну, вы представляете, какие-то там несоруги, туда хоть собаку бросят, она все перемолит, это все перекрутит вместе с ушами, с хвостами, эти все сапдельки появятся. То есть, если вы такие продукты хотя бы так, чтобы они были качественные. Если вам хочется молока, вот прям, ну, вы понимаете, что вы так не можете отказаться от молока быстро, купите на рынке настоящее молоко или найдите там в деревне, если у кого-то есть возможность. Ну, каким-то, может быть, моментом козье молоко тоже, да, для кого-то. Чем я заменяю мясо? Вопрос про белок. Я обещал, сейчас расскажу. Да. Единственное, что я говорил, там был вопрос продукты для мускулопотенции. Значит, смотрите, вот здесь подход такой, я не хочу обидеть вас, но если у человека, да, так скажем, проблема с потенцией, то не потенцию нужно лечить, а человека. Понимаете, вот то, что делает натуропатия, то есть мне нравится, очень нравится такой отвлеченный немножко пример, но я вот часто использую, вот он мне кажется просто потрясающий. Представьте, у всех или почти у всех есть автомобиль. Вот вы едете на машине, вдруг у вас загорелась лампочка давления масла. Вы видите, например, автоцерлис, вы заезжаете туда, говорите механику, загорелась лампочка давления масла, механик говорит, да, окей, сейчас я все сделаю, можете даже не выходить из машины, сейчас все починю, вы удивляетесь, как же так, но он говорит, ничего, сейчас все сделаю. Он выключил лампочку, говорит, заводите, вы заводите, машина пока еще работает, но лампочка не горит, и он говорит, все, отлично, с вас столько-то денег я все отемонтировал. Где был ремонт, да? То есть, если вы с этим столкнетесь, вы скажете товарищу, что он, ну, немножко не в себе, да, как минимум, все это выглядит странно, и вообще никакого ремонта не было. Но именно то же самое происходит, когда мы идем лечиться в больницу. Вот приходит человек в больницу, да, и говорит, у меня повышенное сердцебиение. Ему говорят, да, конечно, давайте померим. О, да, у вас там сердце бьется 150 раз в минуту. Нет, вот вам бета-блокатор, и все, теперь будете идти, идите. А где было лечение? Вот был симптом. А почему это произошло? Никто же не разбирается? И вот решили выкрутить эту лампочку, убрать этот симптом. Или то же самое с давлением. Чем приходит, я себя плохо чувствую. Вы умели давлением? Да, конечно, плохо. У вас действие на 150. Как вы вообще живете? Вот вам какие-то статины, там, еще что-то назначат. Он говорит, ну, хорошо, я буду пить, а сколько мне пить? Все, теперь длительно. А длительно это означает в переводе на русский постоянно, всегда. Вот вопрос был про астму. Это, вот, просто понимаете, я, ну, в таком состоянии плачевном был, я, в прямом смысле, я хотел умереть, потому что я не мог уже жить, это было ненормально. Вот астма, энергия, это, вот, мне кажется, большего обмана в лечении этих вопросов нет. Что такое астма? Это спазм, да, я вот сейчас вкратце расскажу, значит, как это происходит. Спазм бронхов, человек задыхает, и человек он означает в пазмолистике. Но, когда у человека спазм, да, когда у него бронх, ну, бронх спазмировались, так иначе он что-то откашливает. То есть, почему это происходит? Количество жидкостей, по большому счету, гноя в легких, оно очень большое, оно накоплено, его нужно как-то откашивать, как-то его сплюнуть, еще что-то, начинаются вот эти проблемы с дыханием, астматические приступы, и что-то потихонечку уходит. Но, когда человек лечится, особенно годами, у него спазмолитики, у него бронхолитики, этот, эти бронхи, они уже не могут спазмироваться. Когда человек только съел всех этих трав, все это лекарство, да, которое лечится годами, люди, облегчения нет, а степень воздействия препаратов все сильнее и сильнее, с каждым разом, с каждым месяцем даже, да, и в какой-то момент бронхи расслаблены настолько, что они не могут спазмироваться. И вот количество жидкости достигло определенного уровня, да, критического. Вот сейчас бы начался приступ, и человек бы, ему было бы плохо, он бы там себя плохо чувствовал, ну, что-то бы откашил, а тут бронхи не может просто спазмироваться, бронхи просто превратился в гладкую макулатуру, она уже не схватывается, не спазмом. Человек просто умирает, вот так от астма умирает, прям быстро и моментально. Что делать, если, да, кто-то спросит, как же быть? Ну, вот очищаться, очищаться, вот на моих курсах есть такие, да, у меня курсы, то есть мы, у меня человек от астмы от приступов избавляется за несколько недель, хотя годами лечился. но мистики нет, я просто сам это прошел, и я понимаю, как это работает. Сама астма, она проходит дольше немножко, но приступы можно убрать быстро, потому что я воздействую на причину. Я вот так долго говорил, но на самом деле отвечал на вопрос, какие продукты принимать в потенции, тут для потенции. Тут сейчас не в продуктах вопрос-то должен был быть, а в том, как восстановить общее здоровье организма для того, соответственно, восстановится и потенция. Потому что у нас страдают чаще всего в первую очередь те функции, которые не нужны для выживания прямо сейчас, когда организм уже замусорен, засорен, и мы уже, ну, организм выбирает какие-то, отключаются, да, наши функции в организме, где-то начинают там гормоны меньше вырабатывать, соответственно, может появиться диабет, где-то, ну, проблемы могут начаться с потенцией и так далее. То есть подход должен быть не симптоматический, не просто вот здесь у тебя болит, сейчас мы сюда сделаем укол, а подход должен быть комплексный, то есть к человеку можно подходить только так, и только, а если как касается излечения там или оздоровления, только комплексно. так, 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 нужно, ну да, вот кто-то пишет, нужно воздействовать не на следствия, а на причин, разумеется, то есть я так и поступаю. Теперь, что касается белка, когда слышишь о том, что ну как же не хватает недостаток белка, ну, знаете, мне это смешно, я не хочу вас обидеть, потому что я понимаю, что когда-то я так же, как вы, да, вот не знал, что делать, мне нужна была какая-то информация, мне хотелось что-то вот изменить в лучшую сторону. А как, как, да? Ну вот, начинаешь, начинаешь изучать эти вопросы, и вот сейчас, когда меня спрашивают про белок, мне кажется, хочется ответить просто, ну, человеку, что у него не недостаток белка, а у него недостаток просто знаний. Вот, ну, извините, в некоторых случаях хочется сказать недостаток ума. Когда изучаешь белок, да, и когда самостоятельно начинаешь изучать биохимию, ты к таким вообще приходишь с результатом потрясающим. Во-первых, смотрите, вся медицина абсолютно однозначно заявляет о том, что белок есть, тем более, животный белок, животный белок, он не усваивается. То есть, есть разные исследования, кто-то где-то утверждается, что усваивается 50%, где-то усваивается 40%, кто-то говорит, ну, 60%. Но, но, вредно ли кофе? Да, кофе вредно, если останется время, то скажу к чему. Значит, но, возьмем мы среднее, то есть, мы будем с вами считать, что все-таки 50% белка усваивается. Это данные не мои, не натуропатов, это данные медицинские. Хорошо, 50% белка усвоилось. А что, дальше нам не говорят, а что происходит 50 или 50% белка, которые не усваиваются организмом? Значит, смотрите, как я уже говорил, если слушали внимательно, все, что попадает в наш ЖКТ, поворотное вене, да, все, что там всасывается из пищевого субстрата, все попадает в поворотное вене, всасывается, только попадает в печень. И вот эти неусвоенные молекулы белка также попадают в печень. А что такое молекула белка? Это огромная глобула с огромным атомным весом, которая нам не нужна. Смотрите, нам по большому счету, я сейчас просто думаю, как лучше вам это более проще и понятнее рассказать, нам белок в принципе не нужен. Вот звучит, может быть, сейчас для многих шокирующе, но белок нам не нужен вообще, просто вообще. Значит, как это происходит? Значит, нам нужна энергия, и нам нужны строительные материалы в нашем организме. Энергию мы получаем из углеводов и жиров. Когда мы употребляем белки, значит, имейте в виду, белки не дают энергии вообще. То есть, если вы сидите просто, голос усопнятся, вы очень скоро снова захотите есть. Потому что белки, они берут энергию. Каким образом? Когда организм использует белок, который, кстати, попадает в нас, да, нам белок-то сам не нужен, нам нужны строительные материалы, из которого строится белок. Мы берем эти материалы, наш организм берет и строит свой белок, когда он заменяется клеткой кровью, там, органов, тканей, не важно. То есть, нам нужно из чего-то построить. Что вот это что-то, что? Это не белки. То есть, вот поэтому я говорю, белок нам не нужен. Нам нужны аминокислоты и более короткие полиэффективные цепи и эффективные цепи. То есть, вот, это кирпичики этого белка. Кирпичики нужны для построения своих тканей. теперь, 50% как-то там усвоил организм, плохо, хорошо, вот остались другие 50% белка, который попал в печень. Значит, любой биохимик вам скажет, любой грамотный врач вам тоже скажет, если у вас в крови окажется, ну, после печени, да, в общем кровотоке, хотя бы одна молекула инородного животного белка, это вызовет такой иммунный ответ большой в организме, это увеличится лейкоциты, появится антитела. То есть, это то, что должно просто быть уничтожено моментально, потому что иначе этот инородный животный белок начнет уничтожать ваш собственный белок, не инородный. И, кстати, поэтому все операции, которые связаны с трансплантацией органов, они как раз таки сопровождаются всегда очень сильной терапией, которая направлена на то, чтобы подавить ваш иммунный ответ. Поэтому все пересаженные почки, сердце, все что угодно, люди живут, ну, 5-6-7 лет максимум, да, и постоянный, постоянный, постоянный прием препаратов. А каких? Которые как раз понижают ваш иммунитет максимально, чтобы у вас не было иммунного ответа на этот антиген, потому что инородный животный белок это антиген. Так вот, этот непереваренный белок, который не может свой лицом попал в печень. У печени очень много функций. Но мы чаще всего живем так, что мы заставляем печень выполнять только одну функцию. Проводить постоянно детоксикацию того, что мы съели. А если мы едим мясо, то печень постоянно занимается тем, что не пускает как раз вот эти молекулы белка в общий кровоток. То есть печень начинает эти молекулы сама разбирать, сама нейтрализовать эти токсины и уже эти кирпичики начинают там вылетать в кровоток и используются там, где они нужны в нашем организме. Предки мамонтов ели. Ну, ваши, может быть, предки ели мамонтов. Мои предки, мне кажется, не ели мамонтов. Но дело не в этом. Значит, и когда печень постоянно выполняет эту функцию, другие функции у нее, соответственно, отпадают, потому что у нее уже не хватает энергии сил. А одна из таких тоже очень важных функций печени это, например, продукцирование холестерина, который необходим нам для того, чтобы у нас все гормоны были в норме. И, соответственно, инсулин, с помощью которого мы получаем энергию, потому что вместе с ним молекула глипоза попадает в наши кресли. Так вот, в какой-то момент печень начинает пропускать эти молекулы в кровоток. Молекулы антислоты неразобранные, да? И вот этот антиген вызывает очень сильный имен ответ. Это все дело схватывается антителами. Получается, что, если просто сказать, ну, там не на один антиген одно антитело, ну, мы упростим, один антиген одно антитело. Они соединились, они друг друга нейтрализовали, все, они погибли. она погибла, что происходит? Она разлагается. Получается привет, получается гной, получаются токсины, получаются шлаки. Куда это все летит? Посмотрим, где это было. Было где-нибудь сверху, да, это ослаждается в легких, нижней трети. Было где-то ниже, ослаждается в почках. Было где-то еще, ослаждается в суставах. Вот эти все токсины, мы, к сожалению, большинство людей, они, ну, ими наполнены. А когда у нас в крови очень большое количество антигенов, которые вызывают вот этот иммунотет, у нас начинается астма, у нас начинаются аллергии, джемы, псориаз и так далее. То есть у многих этих болезней нет, скажем так, явного источника. Но на самом деле он, весь источник всех этих заболеваний, он расставлен во всем человеке. И поэтому нужно действовать комплексом, нужно полностью, как мы делаем на курсах, то есть мы полностью заменяем вообще свои внутриклеточные жидкости, каким образом это происходит. То есть определенное употребление отваров, определенных отваров, определенное время, определенном количестве, промывание толстых кишечников, все вот это в комплексе действует как раз на целый организм. Поэтому я другого не знаю эффективного подхода. Все остальное настолько кажется иной раз такой ерунда. Человек приходит ко мне, он всю жизнь не может есть агрессивность. Говорит, вот мне так вкусно, но я съем кусочек, и все, у меня начинает все выходить. не бывает аллергии, вот еще одна такая фраза, которая может для вас показаться шокирующей, не бывает пищевой аллергии вообще. Не бывает аллергии на пыльцу, не бывает аллергии на пыль. Все эти аллергены это на самом деле не аллергены, это просто спусковой крючок. То есть вот этот апельсин, у человека не на апельсин аллергия, у человека весь организм просто настолько замусорен, что апельсин, когда он съедает, на нем начинает все течь. Апельсин вызывает вот эту иллюминацию вот этих отходов. Конечно же нельзя есть апельсин, когда он к таким приводит последствиям, но можно очиститься. удивительные вещи. Человек через три недели начинает курить апельсин и не верит. Как так? Он столько времени не ел, а тут вроде как он и похудел, он и посройнел, и тут еще и апельсин можно есть оказывается. То есть он удивлен. А что происходит с астмой, то же самое. Человек через несколько недель перестает пользоваться ингаляторами, хотя он уже знает прекрасно, как зовут врача, как зовут его детей, как его там, ну просто он уже вжился в жизни в поликлинике, в которой он лечится. А на самом деле это нужно было просто очиститься, нужно было просто избавиться от всех токсинов, которые здесь во всем организме находятся. Вот. Там, значит, комментарий по поводу предков, которые ели мамонтов. Понимаете, наш организм имеет такие резервы колоссальные. Мы можем питаться мясом очень долго, мы можем питаться молоком очень долго, и мы только не должны, скажем так, для того, чтобы быть здоровым, питаться этим силами. То есть, если вы оказались там в условиях, ну, может быть, крайнего севера, еще что-то, конечно, вам нужно питаться той пищей, которая есть там, которая, ну, вот, рядом, которая доступна. но даже в условиях Сибири у меня есть знакомые, которые сыроеды. Хотя у нас в Москве зима вроде как полгода, там, наверное, еще больше. Я в Сибири не жил, не знаю, но даже там есть сыроеды. То есть, современные города позволяют людям как-то вот... Я не призываю вас становиться сыроедами или транслями в никаком случае, но просто к тому, что нужно быть, скажем так, свободным в своем выборе. Если вы в какой-то момент, ну, осознанно или неосознанно питаетесь какой-то едой, нужно понимать, что нужно, значит, проводить какие-то очищающие процедуры, какие-то чистки проводить и, соответственно, вы восстановите свое здоровье. Вот, значит, знаете, давайте так. Вы сейчас в чат напишите мне какие-нибудь вопросы, чтобы у нас немножко такое интерактивное общение получилось, потому что у нас не так много времени остается. Я постараюсь ответить на ваши вопросы настолько емко, насколько смогу, и мы потом постепенно будем завершать нашу встречу. давайте только, пожалуйста, поднимем, и я с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. Значит, что бы мне хотелось узнать? Если каких-то вопросов нет, вот, может быть, напишите, какая-то информация из той, о чем я говорю, может быть, какая-то была особо шокирующая для вас. Я с удовольствием бы ваше мнение об этом услышал. Влияет ли физическая нагрузка на скорость и лишение веса? Конечно, влияет, конечно, влияет положительно, но нужно понимать, что многие люди, которые садятся на весу, начинают, например, бегать. Вот это такое заблуждение, к сожалению, повальное. Конечно, бег, это аэродная нагрузка, это все здорово, но когда у человека лишний вес, дело же в том, что еще есть такая стука, называется техника бега. Когда человек бегает неправильно, он так сильно травмирует, причем это микротравмы, которые сразу не проявляются в этом опасности. Травмирует коленные суставы, а еще с лишним весом это очень опасно. Поэтому, по большому счету, если просто ответить, я не знаю, какой именно вы физическую нагрузку имеете в виду, конечно, да, потому что вы, что происходит, вы при физической нагрузке, у вас увеличивается сердце влияния, у вас увеличивается количество дыхательных движений, вы, соответственно, наполняете организм кислородом, это очень здорово, это важно, это полезно, и вы тренируете сердце, то есть, если это стабильная какая-то тренировка, например, там, 20-30 минут, скажем, елокренажер, или, ну, какие-то еще, то есть, у вас тренировка сердца получается, соответственно, тоже влияет на вас, ваш общий органик веществ, полностью укрепляет вас, сердечную мысль, поэтому, да, влияет, но, с другой стороны, можно, понимаете, чаще всего человек с лишним весом, он настолько в таком состоянии находится, что он, ну, не по физкультуре, и сразу его отправлять в спортзал, нет, но если он постепенно восстанавливает свой, да, организм, через какое-то время просто появляется желание сходить позаниматься, или хоть по кататься на велосипеде, еще что-то, поэтому, это очень полезно, физические упражнения, это очень полезно, очень нужно, от них отказываться ни в коем случае нельзя. Вот, очень хороший вопрос, скажите, пожалуйста, мне 43 года, вес 63 килограмма, я не знаю, какой у вас рост, но, вроде у вас хороший вес, занимаюсь гимнастикой, силовыми упражнениями, полторы тысячи калорий, для меня это нормально, или нет. Вопрос из серии, сколько мне кушать белка, сколько мне кушать жиров, и сколько мне кушать углеводов на килограмм веса. Значит, если просто ответить на ваш вопрос, значит, смотри, если вы себя чувствуете нормально, значит, нормально, а если широко, так сказать, развернуто, да вы вообще не думайте, сколько вы едите калорий, то есть, ваш рацион должен быть полноценным, с одной стороны, с другой стороны, вы не должны считать жиры, белки, углеводы, количество каждого компонента на килограмм веса, это полнейшая ерунда. Вот кому будет не лень, можно, ну, формат нашей встречи предполагает, что я все-таки, мы общаемся через организатора, но кому интересно, я думаю, найдете меня там в соцсетях. Так вот, я проводил такой интересный эксперимент. Я 60 дней, я сам лично, был на таком питании, у меня было жидкое питание и маловедение одновременно. То есть, я питался 30 дней отварами, больше ничем, и 30 дней длинными коктейлями. Общая калорийность в течение каждого дня не превышала 350 калорий. Более точно не могу сказать, прям таких конкретных подсчетов не видел, ну, может быть, 400. Вот 60 дней недавно закончились. При этом у меня часовая очень высокоинтенсивная ежедневная зарядка. Я сплю примерно 6-6,5 часов. И вот как вы думаете, если бы я считал калории и жил по системе сбалансированного питания, которая говорит о том, что нам нужно определенное количество жиров, белков, углеводов и определенное количество калорий, а мне с моим ростом, своим весом нужно там 2,5 тысячи калорий, ну, наверное, если бы это было правдой, я бы просто умер за 60 дней, да, и как минимум был без сознания, там, падал в обморок, еще что-то. Если вам интересно, есть такой рапорт замечательный Ганила Сергеевна Шаталова. Книга называется «Здоровье человека». Вот там она пишет о том, что нам в принципе всем людям достаточно ну, 500-600 калорий для прекрасного самочувствия, для активности, для бодрости. Ну, конечно, сразу перейти на такое это будет, наверное, сложно, может быть, кому-то это не нужно, но вот вопрос про калории, нужно понимать, откуда, когда вот вы что-то слышали, да, особенно, когда вот неверусство большинства людей выключается в том, что человек что-то услышал, и потом выдает эту информацию, начинает ее отстаивать, вещать. Ты разберись до конца, вот просто до конца разберись, что такое вот эти калории. 150 лет назад некий деятель, которого звали Фойл, фамилия его такая была, в Германии, он подсчитал количество калорий, жиров, белков и углеводов в средней зажиточной семье Германии, потому что он так решил, вот ему пришло в голову, что средняя зажиточная семья, она питается правильно, она живет правильно, и так должны все питаться. И он пришел к тому, что они употребляют несколько тысяч калорий, они употребляют столько белков, жиров и углеводов. А, кстати, калории от жиров, белков и углеводов тоже очень интересно были подсчитаны, просто в прямом смысле в печку втидались разные продукты и специальными приборами мерил количество тепла, которое высвобождалось. То есть в калориях также, кстати, считается, если вы не знали количество тепла, которое дает батарея, ее также в калории можно посчитать, сколько калорий дает батарея, которая включена у нас там, не знаю, в спальне. Вот, поэтому, надеюсь, я ответил про... А, вот, дописали, может быть, у меня час запаздывает. Значит, отдельно я не считаю, слава Богу, только общее, да, потому что вы сумасы эти, каждый раз считай, сколько же калорий у меня в тарелке, да, ну, здорово. Когда я не придерживаюсь калорийности, значит, вес стоял на месте, потом сбросила 5 килограмм, нужно еще 5. Ну, смотрите, теперь вот мы с этого начали, да, ну, вы будете придерживаться еще меньшего количества калорий, вы получите еще минус 5 килограмм, будет все замечательно, а через какое-то время вы вернетесь к своему привычному образу питания. И, соответственно, количество калорий у вас увеличится и вес опять вернется. Вам нужно просто поменять свой подход. Вот, понимаете, подойти комплексы не просто вот там количество припёска в тарелке уменьшить, а просто так, чтобы вы спокойно жили, спокойно питались, свободно, да, не чувствуя себя ограниченным, и при этом жили в том месте, в котором вам будет комфортно. Ну, каким образом? Как я говорил, это меняются пищевые привычки, то есть меняются пищевые пристрастия, поэтому очень много продуктов, которые имеют скрытые калории, да, чаще всего, когда человек ограничивается от чем-то, да, он начинает себе позволять какие-то коротенькие перекусы. А вот эти перекусы как раз состоят из самых-самых вредных продуктов, потому что человек начинает съедать какие-то там, ну, не знаю, может съесть еще какие-то конфеты, то есть это придет к закислению, это начнет тратиться кальций, в общем, это, ну, такая уже ситуация будет не очень хорошая. Поэтому, если вы спокойно там, ну, скажем так, знаете, вот, ну, я понимаю, что всем это сейчас сразу рекомендовать нельзя, всем, ну, к этому нужно быть готовы, но через какое-то время, вот я сам, я же был обычным человеком, я же не родился таким, да, я вот, не знаю, вот, я в 30 с небольшим был больным, старым, толстым, по-семеркам, сейчас у меня вот 40 практически. И все меняется настройка, что я могу за день съесть 3-4 апельсина, при этом полнейшая активность, я, ну, потом занимаюсь, и все, и мне не хочется больше, понимаете, я не знаю, сколько калорий, а в другой день я могу съесть, ну, это редко бывает, но могу съесть, там, за день 3 раза могу поесть каши, ну, вот мне предпочитало гречка какой-то, я же целый день ем эту кашу, но мне ее потом не захочется еще 2 недели, и я опять буду кушать какие-то фрукты. Это же я себя не заставляю, я удовольствие получаю от этого, мне нравится, поэтому меняйте пищу на привычки. Так, как правильно делать очистительную клизму? Ну, сейчас отвечу. Да, у вас нормальный вес с вашим ростом, тем более, что вы столкнулись вот с реализу, да, была какая-то операция у вас по кладоноснику, и сейчас сбрасываете легко, ну, прекрасно, прекрасно, то есть вы формируете новые пищевые привычки, вы будете еще легче, это здорово. Друзья мои, давайте так, все-таки нам уже постепенно нужно закругляться, давайте, пожалуйста, напишите, что полезного вы узнали в этом вебинаре, мне будет интересно от вас получить обратную связь, а я пока отвечу, как правильно делать очистительную клизму. Значит, я могу сказать состав очистительной клизмы, единственное, что тут, как бы, я из этого реально не делаю, но тут нужно комплексно подходить, одними клизмами, клизма это не самоцель, тут нужно понимать еще то, что в нас входит, не только то, что выходит. Значит, очистительные клизмы, как правило, делаются с утра, после того, как вы, естественно, об этом сходили в туалет, потом делаются очистительные клизмы, делаются, чтобы она была эффективна, дается 2 литра воды, на 2 литра воды используются 2 полные столовые ложки соли, только соль ни в коем случае не мелкая, а крупная поваренная соли, не морская, и 1 чайная ложка соды. Температура клизмы должна быть 38-39 градусов, но таким образом делается правильная очистительная клизма. Сама вода определенного решающего значения не имеет, это может быть вода из крана, потому что, ну, вы за ее не крете, она только промывает, поэтому не важно, чтобы она была какая-то специально подготовленная и закреченная, в этом нет причины, какой-то там какой-то важности особо. Так, ну что, хоть кто-нибудь мне напишет, хотя бы один человечек мне напишет, что полезного он узнал сегодня из вебинара. Так, я пока жду. Узнала много о вреде молока очень познавательно. Про молоко слышала первый раз так подробно. Ну, вы знаете, я вот единственное, что хочу вас от чего предостеречь, не нужно, вот ни в чем быть фанатиками. Может быть, для кого-то то, что я сказал, кажется, о, действительно, это какая-то истина в последней инстанции. Знаете, Будда, вот сейчас отвлечемся немножко, он как-то говорил своим ученикам, никому не верьте, не верьте мне. Вот я вам тоже самое хочу сказать. Вы все слышите, молодцы, но не надо всем уверить. То есть, начинайте, как минимум, для вас должно быть что важно, но кто-то, да, готов сразу пойти на курсы и есть результаты, они действительно очень впечатляют людей, которые приходят. Но кто-то просто послушал данную информацию, вы начните ее изучать дальше, вы поймите, вы придете к таким выводам, ну, начинаешь думать о том, что есть вообще какой-то заговор, вот для того, чтобы люди не были здоровыми. Я не верил вот в эти, да, в истории, что там есть какие-то такие заговоры, да, что людям не дают знать правду, но ты так или иначе с этим сталкиваешься. Вот я, например, не смотрю телевизор, хотя он у нас в каждой комнате стоит, но иногда мы включаем что-нибудь, ну, редко, очень редко. и вот мне всегда смешно смотреть рекламу, потому что сперва идет какой-нибудь ролик про какую-нибудь еду, которую, ну, я понимаю, что это отрава, а потом идет реклама какого-нибудь препарата, который нейтрализует эту отраву. Ну, вот какая же эта глупость, да, зачем себя отравить, а потом какой-то другой фильме эти последствия этой отравы из себя выводить. Это кошмар, да, и вот в такие моменты начинаешь, сознание открыто, когда ты думаешь, то, наверное, все-таки какое-то воздействие на людей пытается кто-то там оказать. Я не верю в такие заговоры, не думаю об этом, но, тем не менее, такие мысли начинают тебя посещать, когда начинаешь знать какие-то вот такие вещи. Про молоко можно очень много найти в интернете информации, единственное, что, конечно же, там будет информация и о пользе молока, но дело в том, что, когда вы почитаете эту информацию, любую, и о вреде, и о пользе, вы до конца изучаете вопрос, и вы поймете, что когда с аргументами, когда все объяснено, и самое главное, понимаете, дело в чем, многие вопросы, они как раз с медицинской точки зрения объяснены, но они не доносятся до населения, до широких масс, почему, я не знаю. Вот действительно, да, я очень долго вообще отворачивался от информации, что молоко вредно, но очень долго, мне не хотелось в это верить, но когда изучил это все, я не пью больше молоко. Да, еще, кстати, кефир, вот про кисломолочку, кефир не пейте, потому что там двойное выражение, там и кисломолочное, и спиртовое, если вот хочется что-то кисломолочного, то это простоклаша, а цитоферин еще лучше, конечно, но не кефир. Так. Так. Вот, вот просто прекрасный вот комментарий о подсчете килокалорий ломало голову, как мне разогнаться до 1600 калорий при балансе белков, жиров, углеводов. Послушав лекцию, узнала многое, немного успокоилась, если чувствуешь себя уютно, значит хорошо. Это самый главный критерий, потому что когда вы жили и считали что-то, вы не были собой, вы были запрограммированным человеком, которому, условно говоря, внушили через разные статьи, через разные потоки информации, что нужно так, и вы пытались сделать так, как нужно. Не потому, что вы, ну, плохой, но вы, наоборот, открыли человек, это очень хорошо, это прекрасно, но информация была такая искаженная. На самом деле, ну, не знаю, представьте, что вы живете где-то, не знаю, идеализируете на острове, вы себя прекрасно чувствуете, вот вы каждый день питаетесь определенным образом, не знаете, сколько калорий, но чувствуете себя прекрасно. Если вы будете мало кухнишь калорий, ну, вообще питаться, то вы будете себя чувствовать плохо, соответственно, будете пытаться увеличить свое питание. А так, вообще не слушайте никого, вы себя чувствуете замечательно, питайтесь преимущественно правильными продуктами, и вообще будет прекрасно. Так, ну что, друзья мои, я заканчиваю, я вас благодарю за внимание, было очень приятно с вами сегодня пообщаться, к сожалению, не получилось провести встречу в том формате, в котором я хотел, потому что технически не загрузилась у нас презентация, на сайтах какие-то сложности. Я завершаю свое общение, вас всех благодарю, желаю вам, чтобы в вашей жизни было прекрасное здоровье, я думаю, что кого-то из вас я встречу на своих занятиях, мы с вами продолжим все вопросы изучать, мы очень много говорим на курсах о правильном питании в принципе, мы разбираем конкретно каждую ситуацию у каждого человека, мы, я стараюсь подходить к каждому в трогу индивидуально, то есть у меня не бывает так, что вся группа набралась, там 10 человек, и я всем выписываю там, по-моему говоря, определенный отвар, нет, здесь вопрос индивидуальный, кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит, напоминаю те, кто будет смотреть вебинар, да, запись будет, я так понимаю, про противопоказания, с которыми я не работаю, во всяком случае, не работаю вот так, через кальций, это слишком ответственно, и к этому нужно подходить серьезно, то есть это все камни, то есть это камни почки, это камни взрослым пудырем, мучом пудырем, это диабет, онкология, основные мои фишки, это астма, аллергия, лишний вес, общее оздоровление. Вот, так что всем спасибо, спасибо. Андрей, Субтитры создавал DimaTorzok,